Человека невозможно обидеть, он может только обидеться сам. И, конечно же, я протягивала события такие. Вот этого мужчины я хочу бесконечное количество детей. Я не знаю, зачем что-то менять. У всей нашей семьи закончился кризис в трех лет. Когда я видела не миндаль перед собой, а магний, хотели бы отправиться в путешествие без детей. Мне хочется просто ночью погулять. Расскажите, пожалуйста, про вашу няню. У меня есть другие дела, помимо того, чтобы быть мамой. Привет, красотки! Я безумно рада вас видеть на этом видео. Оно очень долгожданное, потому что макияжи вы очень ждали. Очень давно я не снимала подобного. И именно когда я захотела снять макияж, созрела. И попросила вас задавать вопросы и все такое. Ко мне на лоб мой прекрасный пришел прекрасный Олег. Олег это прыщ. Я даю имена своим прыщам, да. Я подумала, что можно, конечно, перенести видео. Дождаться, пока он полностью сойдет. Но это будет как-то нечестно. Давайте я лучше покажу, как его можно замазать. На самом деле я сейчас прохожу лечение кожи своей от этих комедонов закрытых. Я пока начну макияж. Кстати, да, мы с вами будем краситься. Да, сегодня я ничего не сказала. Начну как раз с зеленоватого подтона. Это CC Correct. Он как раз корректирует красные высыпания. Ну, собственно, мы помним, да. Вот это правило. Зеленое против красного. Один пигмент перекрывает другой. Я очень надеюсь, что это будет в моем случае сегодня тоже. Я обратилась к косметологу конкретно с этой проблемой. Во-первых, я узнала, что оказывается, вот эти комедоны, это абсолютно отдельное заболевание. И, короче, я мажу специальными мазями. И в ходе этого лечения мне сказали, что будет небольшое ухудшение. Небольшое. Таких парней на моем лбу давненько не было. Мы сегодня с вами в нашем стандартном режиме будем болтать по душам. Я буду отвечать на вопросы, буду краситься. У нас такой дубочело. Сегодня я записываю это видео 3 мая. У нас снег. У нас снег сегодня хлопьями летел. И поэтому я утеплилась в свитер. Вообще-то я хотела такой, знаете, весенний-весенний макияж. Но уж как получится. Я сегодня без плана. Абсолютно. То есть вот куда меня душа поведет. Набирайте тоже чаечек, водичку, кофеечек. Я не особо заметила разницу, что мне что-то помогло вот этот коррект. Но окей. Сейчас мы зато перейдем к классному средству. Последнее время пользуюсь только им для тона. Это BB от Oak Beauty. И мне, кстати, очень нравится, что он вот именно так дозируется, что я никуда не лезу своей вот этой кисточкой. Ну, знаете, как у консилеров, например, часто бывает. И ты этой же кисточкой наносишь напрочь, потом обратно. Вот эта вот мне махинация вся не нравится. Мне нравится, когда средство выдавливается дозированным. Я пока отвечу на ваш вопрос. Точнее, открою вообще вопросы. Конечно же, вы их задавали мне в телеграме. Подписывайтесь, дорогие мои люди. Я как выбираю, кстати, вопросы? Обычно по самым залайканным. Один из самых залайканных вопросов. Какие советы дадите, чтобы принять себя? Сходу, девочки, просто. Первый вопрос настолько фундаментальный, настолько серьезный. Знаете, на самом деле все очень просто. Если без лишних слов и не философствовать слишком долго, у нас есть два варианта прожить эту жизнь. Либо всю жизнь страдать себя, переделывать, перекраивать, ненавидеть за что-то, сравнивать себя с другими. И второй вариант – это изучать себя, принять себя таким, какой ты есть, просто по определению. Вот тебя таким сделали. Вот ты такой уникальный. Ни Маша, Петя, Вася, ни вот этот вот конкретно человек, ни другой какой-то, а вот именно ты. У каждого из нас есть один человек, с которым он от начала до конца. Больше других людей нет. Все люди, мужья, дети, родители, они приходящие, уходящие. От начала до конца у нас есть только мы сами. Получается, что, наверное, основная цель вообще этой жизни, ну, одна из основных – это построить хорошее отношение с самим собой, научиться себя слушать, потому что это безумно важно. Это тот инструмент, вот ваше тело, да, вы сами, которым вы познаете эту жизнь, которым вы живете эту жизнь. Изучаешь новые грани себя, ты развиваешься, ты куда-то стремишься, но ты остаешься при этом с самим собой. Мне кажется, это самое кайфовое, что может быть вообще в жизни, когда ты, наконец, с собой уловил контакт и не предаешь себя, остаешься честным с самим собой. Вот смотрите, офигенный, да, Биби? Тоненько, аккуратно перекрывает. Вот мне даже косметолог спросила, когда я пришла к ней, она говорит, что у вас за тональное средство очень хорошо на вашу кожу легло. И я с ней абсолютно согласна, потому что очень красиво сияюще перекрывает этот тон. Я надеюсь, мой олег немножко стал менее заметным. Есть такая опасная сторона, когда ты слишком много тональника на него наносишь или консилера, чего я не буду делать. Хотя очень хочется, да, ты думаешь, что нанесешь больше, перекроешь сильнее, но он, на самом деле, не так. Суть в том, что можно его пересушить, и он тогда будет выделяться еще сильнее. Нам этого не надо. Но я буквально чуть-чуть добавлю только на него этого же Биби. Что делать, если из-за одного человека, который обижает, начинаешь обижаться на весь мир? Как с этим бороться у себя внутри? Знаете, моя жизнь изменилась на до и после, когда я стала жить по принципу человека невозможно обидеть, он может только обидеться сам. То есть это всегда выбор. Вокруг может происходить что угодно. Вы замечали, да, что есть люди в целом, которые такие как будто бронебойные, и их ничто не обижает. Не в том дело, что они такие, да, делайте со мной что угодно. Скорее, они просто выбирают не копаться в себе и не искать вот эти якоря. А что сейчас человек мог иметь в виду, говоря вот это? Наверное, он хотел меня обидеть. То есть у некоторых людей просто это не запрограммировано изначально. Конечно же, все это глубоко, скорее всего, в травматику нашего детства. Если это разбираться, скорее всего, там есть какие-то основы, корни у этого именно в детстве. Я сама на самом деле очень обидчивый человек. То есть когда я пришла в свою взрослую жизнь, оказалось, что, ну мне казалось, что все вокруг меня хотят обидеть, что какая-то вообще вокруг несправедливость, и как со мной так можно там поступать. И, конечно же, я протягивала события такие в жизни свою, которые мне давали увидеть это, и еще больше как будто обидеться, и еще казалось мне, почему меня все обижают. Но после работы с психотерапевтом я поняла, что это все мои выборы, это все ответственность на мне. Мое же желание быть обиженной, а не люди вокруг меня такие собираются. И вообще ничего обидного-то, может быть, они и не говорят. Это я в себе ищу, даже прям пытаюсь найти, да, на что обидеться, так сказать. Я тем временем, кстати, взяла Vivienne с собой палетку с бронзером и с хайлайтером. Я отсюда использую бронзер, мне он безумно нравится. Я наношу на скулы, наношу на линию роста волос, и немножко как будто меня солнышко задело. Так что, резюмируя свой ответ, здесь нужно выставлять границы общения с вами. То есть, ну, не значит то, что мне сейчас хоть кто там скажет хоть что. И я такая, да, конечно, со мной можно по-всякому. Нет, если мне неприемлемо такое общение, я выставляю границу, что со мной так нельзя. И такой человек либо уходит из моей жизни, либо я с ним разговариваю, даю понять, что мне это неприятно, мне это не нравится, со мной так нельзя. В выставлении границы нет чувства, я маленькая, меня обидели. Там есть взрослость, там есть позиция, я взрослая, я понимаю, как со мной можно, как нельзя. И вот так со мной нельзя. Если мы хотим продолжать общение, отношения, нам эта цена важна, мы как-то пытаемся по-новому их выстраивать, да. Здесь есть ответственность и принятие решения собственное. А вот в этом вот моем, что я раньше делала, типа, обижусь, буду молчать, и пусть там мой парень догадается, например, а почему я молчу. Превращает меня, конечно, в маленькую девочку, типа, я не могу сама словами ничего сказать. То есть догадайтесь за меня. Как ты поняла, что готова к материнству, что повлияло на решение стать мамой? Знаете, сейчас, оглядываясь назад, когда мне был 21 год, я сейчас смотрю и думаю, 21. 21, прикиньте, что 21, это тот возраст, в котором я родила Еву. Притом не родила, как бы так получилось, а запланированно. Мы уже ждали свадьбы, когда, когда. Я всегда вспоминаю себя в этот период и помню это ощущение огромного потока любви внутри, которое я испытала именно с Денисом. И это было такое чувство, что от этого мужчины я хочу бесконечное количество детей. И мне кажется, от этого чувства классно рожать детей, потому что они точно будут в любви, они точно будут желанные. Ну, то есть это вообще не про то, что часики тикают, надо бы. Вот мне кажется, самое худшее, что ты можешь делать для своей жизни, для этого же ребенка, который родится, и для всех вокруг, это родить, потому что надо. Пожалуйста, нет. Просто в материнстве в нем столько на самом деле сложностей. Мне кажется, самая мощная школа жизни это материнство, это постоянная проработка тебя как человека. Я не говорю, что к материнству нужно быть готовым. Ты не будешь готовым на 100%, потому что ты вообще не знаешь, что тебя ждет. Это, по сути, как кот в мешке. Ты не знаешь, какой у тебя ребенок, какой у него характер. Но без просто готовности и ресурса вот такого, знаете, я хочу, я хочу. У меня много любви, я хочу ее разделить и хочу ее отдать кому-то. Вот мне кажется, это то чувство, которое направляет. Пропустила вообще этап румян, ничего вам не рассказала. Это моя вечная палетка от Мак. У меня вообще, на самом деле, очень много вечных палеток. Если вы новенькие на моем канале, вы можете посмотреть мои видео, которым 5-7 лет. И вы увидите, скорее всего, вот эти кисточки от Real Techniques. Но они офигенные. Я не понимаю, зачем менять что-то, если из них не вылетает ворс. Они прекрасно красят. Я каждый раз мою, они становятся как новым. Я не знаю, зачем что-то менять. Мне очень все нравится. Я перехожу к бровями. Это тоже мой любимчик уже много лет. Это Vivienne Sabo 02 оттенок. Но тут важно понимать в вопросе с материнством. Так или иначе, я человек довольно прагматичный. Любит планировать стратегии, простраивать какие-то и так далее. И видела в Денисе изначально фундамент зрелого мужчины, с которым мы, если что, потянем. Тебе только 18 лет исполнилось, твоему другу 18. У вас еще нет никакой почвы под ногами. Вы не понимаете, чего вы хотите от жизни. Но очень хотите детей. Для меня это, наверное, был бы сомнительный вариант. У меня бы, наверное, не родилось это чувство. И уверенности у меня бы такой не было. Потому что я видела, что Денис уже состоявшийся мужчина. То есть он на 10 лет меня старше. У него уже понимание в жизни определенное есть, чего он хочет. Понятное дело, что мы все время меняемся. У нас все время могут поменяться интересы. Но это видно по человеку, насколько у него там твердый фундамент. И мне с ним было спокойно, мне с ним было понятно, мне с ним было безопасно. Вот из этих чувств, мне кажется, разжидается расслабленность женщины. И в итоге готовность, желание дарить любовь и множить ее. Ох, как хорошо сказала. Брови я рисую просто штришками по росту. Как вы справлялись с кризисом 3 лет у Евы? Какие методы помогали лучше всего? Есть ли сейчас отголоски кризиса? Девочки, я рада вам сообщить, что похоже. У нас закончился. У нас, не у Евы, у всей нашей семьи закончился кризис 3 лет. И по моим ощущениям, вот этот кризис 3 лет, это была его длительность 3 лет. Не типа возраст 3 года. Он реально очень долго длился. У Евы он просто разворачивался. Мне кажется, он начался у нее в 2,2 примерно. То есть этот период очень сильно охарактеризован я сам этим проявлением. Я сам, я лучше знаю, на все нет, на все несогласие. Желание в минус 30 пойти в купальники на улицу. Ну и куча раз в день. Чтобы вы представляли, вот у вас был ребенок, который довольно, с ним легко ладить. В том плане, что ты ему объясняешь. Вот мы делаем это, мы делаем вот сейчас вот это. Он даже если немножко капризничает, то это скорее всего из-за того, что он либо хочет спать, либо хочет есть, либо ему что-то неудобно. То есть такие вот базовые принципы, и ты понимаешь, как ему сделать лучше. И вот с ребенком, у которого случился кризис в 3 лет, ты не понимаешь, как ему сделать лучше, потому что не работает практически ничего. У него нервная система, она как бы вот, я не знаю, взъерошена. То есть вот ощущение, что он всегда на иголках. Нам очень помогало, во-первых, осознание того, что ей сейчас самой непросто, и для нее это очень сложный этап для ее психики. Это важный этап, да, становление там ее зрелости, ее сепарации в том числе от нас. Но ей реально не легко, и она это делает не специально. Это не какая-то манипуляция, как с нами там получить желаемое. Она пытается справиться со своими эмоциями, которых у нее сейчас много, и сразу как будто они везде проявляются. Вот, то есть первое, что уже вас настраивает на не борьбу с ребенком, а как будто на то, чтобы быть с ним в одной коалиции, да, это понимание, что ему сейчас тоже непросто, и вы вместе собираетесь, чтобы разрешить эту ситуацию. Вот так. Второе, девочки, это разговоры. Это разговоры, это бесконечное, мне кажется, количество разговоров, которое, возможно, в моменте кажется, что вообще не помогает, и кажется, что без разницы, что ты говоришь ребенку, как ты там доносишь ему мысль, как ты ему предлагаешь проявлять эмоции и так далее. Но оно на самом деле имеет накопительный эффект, оно все откладывается просто. Для каждого ребенка нужно свое время, вот и все. Сейчас Еве вот-вот, можно сказать, уже пять лет, потому что, ну, осталось две недели до ее пятилетия. Я прямо довольна, я смотрю на нее, и я довольна той работой, которую мы проделали с Денисом. Не в том плане, что все, что сейчас Ева представляет собой, это мы такие молодцы, конечно, нет. Но в плане ее понимания эмоций, понимания, что сейчас с ней происходит, как поступать в той или иной ситуации. Она прям говорит нашими словами иногда, и мы так умиляемся в этот момент, что все не зря, все не зря. Да, для меня, наверное, это было самое сложное в материнстве, ну, еще впереди, конечно, пубертат, и много всего впереди. Но пока, за вот эти пять лет, наверное, кризис трех лет, это самое сложное, что было для меня именно психологически, потому что, повторюсь, это проработка тебя, как взрослого человека, постоянная. Твоих реакций, того, как ты хочешь, чтобы ребенок тебя вообще видел, воспринимал, какой пример с тебя брал. Не всегда у меня получалось реагировать как-то экологично, правильно, чтобы, там, себя успокоить, ее успокоить. Иногда я просто могла взорваться, и потом накатывалось чувство вины. И вот это, знаете, ком, когда ты просто такой, боже, что, почему? И это всего лишь, там, не знаю, 15 минут утра прошло. Если ты не хочешь опуститься просто в механизм воспитания манипуляциями, угрозами, манипуляциями, угрозами, ну, то есть, типа, все время вот так, если сейчас не закончишь, там не получишь вот это. Это база, это поможет, моментально это поможет, но это, скорее всего, родит ребенка тревогу и страх перед родителем. Это недолгосрочно, это дает послушание ненадолго, но там, где есть страх, там нет привязанности, любви, доверия, уважения. Там есть просто действия из страха. То есть, твоей мотивацией в воспитании ребенка каждый раз становится понимание, осознание того, что ты не хочешь так, ты не хочешь, чтобы ребенок тебя слушался вот прямо в моменте, только потому, что он тебя боится. То есть, тебе не надо быть правым прямо сейчас. Ты смотришь на долгосрок, на то, каким ты хочешь, чтобы вырос ребенок. Очень интересно, как все это будет еще с мирой на самом деле. Но как будто бы мне уже не так страшно, потому что это реально все пройдено, это уже все было, уже вскрыто очень много всего. Внутри меня проработано тоже брови, мне очень нравятся, как у меня получились, как вам? Вопрос про прикорм Миры. Это, конечно, отдельная тема, но вкратце расскажу, что мы с Евой практиковали педагогический прикорм. Не педиатрический, когда пюрешками, а педагогический. То есть, это кусочками, микродозами. И то есть, там сам ребенок тоже выбирает, что он будет есть, учится есть ложкой и так далее. С Миры мы начали с самоприкорм. Но мне кажется, что эти два вида прикорма очень похожи. Педагогический и самоприкорм. То есть, в нем тоже нет пюрешек, нет вот этого перехода очень плавного на кусочки, где-то там ближе к году уже. То есть, ты изначально даешь кусочки. Изначально ребенок может немножко подавиться, закашляться, но справиться с этим. Ты будешь рядом знать, если что, там меры безопасности, как ему помочь. Даже пока у них нет зубов, они уже могут жевать деснами. Есть очень крутая книга на эту тему, я сюда вставлю. Я ее изучила, мне безумно понравилось. Мне это, знаете, с одной стороны кажется, что там, наоборот, сложности какие-то возникают. Но на самом деле, это очень сильное облегчение твоей жизни, когда ты не отдельно там что-то готовишь для ребенка, все время пюрируешь. Короче, постоянно с едой какая-то должна быть возня, просто чтобы ребенок три раза в день поел. А ты просто живешь свою жизнь, по сути, ешь то же самое, что ест ребенок. Даешь ему подходящие порции, и он кайфует ест сам. Самый у Миры любимый продукт, я такого съела, вообще не помню, что было. Это клубника, это что-то. Это ее любовь номер один. Вот просто, если ты хочешь точно, наверняка увлечь Миру чем-то на 10 минут, дай ей клубнику. Фиксирую брови гелем Pussy, который заканчивается очень быстро. К этому надо быть готовым. Было ли у тебя расстройство пищевого поведения, и считаешь ли, что сейчас снова будто возвращается паблик типичная анарексичка и мода на худобу? Знаете, иногда я даже радуюсь, что я вне инфополя какого-то нахожусь. Я, правда, очень мало в теме. До меня иногда мемы доходят спустя два месяца, и я такая, о, прикольно, оказывается, уже все, это уже не тренд. Ну, сори. Поэтому я не замечаю какой-то вот такой тенденции на типичную анарексичку или что такое. Что касается моего расстройства пищевого поведения, было ли оно у меня, знаете, я не знаю, можно ли это назвать прям расстройством пищевого поведения, но у меня был небольшой такой перекос, когда я отучилась на нутрициолога. Я отучилась вот эту базу для себя, то есть там была следующая ступень. Это для того, чтобы составлять рационы питания, для других людей. Я туда не пошла уже. Я отучилась для себя, то есть для общего понимания, развития и так далее. И вот в этот период, как раз Евочка была супер маленькой, и у нее уже начался прикорм. Вот в этот период, мне кажется, у меня был немножко перекос в сторону того, что как будто я не видела продукты, такими, какие они есть, а я видела количество нутриентов внутри, витаминов и так далее. И я не скажу, что это как-то плохо. Вот можно кто-то так живет постоянно, особенно те, кто вот в сфере здоровья прям работает, да, профессионально. У них постоянно, каждый день консультации по поводу питания, по поводу того, как у рацион составить. Но для меня это было уже некомфортно. Когда я видела не миндаль перед собой, а магний, и понимала, что чтобы мне там добрать магний, мне нужно съесть пять орешков. Я больше за то, чтобы, наверное, интуитивно это чувствовать, питаться. Опять же, я понимаю, что вот эта интуитивность, она не придет без базы и без понимания того, как можно, да, особенно если у тебя было в норме до этого питаться одними там булками и газировкой. Ну, как бы, где здесь интуитивное питание, оно само как бы не придет. Не появятся на твоем столе листья салата, если ты просто их не купишь и не сделаешь привычкой есть этот салат, например. Я пока перехожу к нанесению теней от Vivienne Sabo жидким, пальчиком растушевываю. В общем, мне кажется, что вот этот период, он был немножко для меня переломным, чтобы от этого снова отойти немного. То есть прийти, знаете, так часто бывает, что ты в какую-то сферу заходишь, ты в нее заходишь с головой, а потом идет определенный откат, потому что это закон жизни. Все, что очень сильно пришло, очень сильно фанатично ты туда зашел, скорее всего, будет откат, и где-то на серединке в идеале ты остановишься. Вот у меня так, наверное, и случилось. Сейчас я по себе вообще не замечаю каких-то проблем с питанием, с тем, как я к нему отношусь, какой я себя вижу в зеркале. То есть у меня все сейчас устраивает. Но вот на тот период я считаю, что это было реально обусловлено передозировкой информации. Но у меня следующий вопрос. И подводка от Seventeen в темно-фиолетовом цвете мне очень нравится. К моим зеленым глазам идеально. Мне нравится, что она наносится карандашиком. Можно сделать просто подводку внешнего века, можно увести это все в красивую стрелку. Хотели бы отправиться в путешествие без детей, устроить себе полноценный отдых, посетить те места, которые не удавалось посетить с детьми? Конечно, да. Какие тут вообще могут быть сомнения, вопросы, размышления? Вообще, когда задавали этот вопрос, думали, что возможен вариант? Нет. Это мечта, это просто мечта. Мне кажется, одна из причин того, что я не хочу вообще торопиться, вообще не хочу торопиться с третьим ребенком, это именно желание попутешествовать вдвоем по тем местам, которые нам интересны. На самом деле, мы сейчас продолжаем путешествовать, да, то есть мы не поставили на стоп эту часть своей жизни с детьми, но понятное дело, что путешествия стали совершенно другими. Другие критерии выбора отеля или места назначения. То есть мне бы хотелось в Европу, например, просто много гулять, просто ходить в разные там кафешки, смотреть даже архитектуру какую-то, может быть, какие-то места интересные. Мне хочется просто ночью погулять, понимаете? Просто хочу выйти ночью погулять однажды, почему нет? Конечно, это можно организовать и с детьми, но ты с ума сойдешь, скорее всего. Мира будет ночью там спать. Ну, для Евы это, конечно, будет тоже прикольное приключение, что о, мы ночью не спим, но буквально на 20 минут. Через 20 минут она скажет, все, я устала, хочу спать и так далее. Конечно же, мы очень хотим и уже копим страны, куда мы поедем без детей. Да даже, знаете, не только страны. Вот недавно мы ездили все вместе в загородный отель, очень красивый, очень современный, в Челябинской области, на озеро Увельды, но у него концепция 18+. Это не означает, что туда нельзя с детьми, это означает, что там для детей вообще ничего нет. И, например, если ты хочешь сходить в бассейн, подогреваемый на улице, то это можешь сделать только до 5 вечера с детьми. Вечером уже нет, и то есть вечером ты можешь просто находиться. Что делать? Ну, просто гулять, например. Но, опять же, гулять, рядом там не сказать, что была огромная какая-то территория, но это был очень красивый, очень стильный отель. И для времяпрепровождения вдвоем там можно просто кайфануть нереально. Вот в такие места мы бы тоже с Денисом ездили, конечно. Особенность таких карандашей в том, что его нужно постоянно подтачивать, чтобы суметь нарисовать, например, именно кончик стрелки ровным, потому что это не как кончик у подводки такой фломастер, знаете. Посмотрите на мои абсолютно разные стрелки. Изначально я хотела более тонко, получилось более толсто. Мне понравилось на другом веке. Буду сейчас пытаться повторить. Обожаю этот квест. Супер, мне нравится. Главное сейчас не переборщить, нанести обильно тушь и прийти к губам. Расскажите, пожалуйста, про вашу няню. Как вы выбирали себе такого помощника? Очень много историй, где няни плохо обращаются с детьми один на один, обрадывают дом и так далее. Были ли у вас такие ситуации с другими нянями, если другие работали с вами? Очень хороший вопрос, потому что тема няни – это безумно важное дело. Это человек, который будет находиться с вашим ребенком. Не важно, даже много или нет, даже если вы вызываете на два часа. Так или иначе, он становится важным взрослым в жизни ребенка. Здесь важно понимать, что потребуется ваша энергия, ваш ресурс вначале. То есть потом в перспективе это точно будет облегчать вашу жизнь. И вы обязательно придете к такому укладу, когда вы скажете, блин, как же с няней круто. Но первое время, скорее всего, как и, знаете, с делегированием любых задач, это тоже, по сути, вопрос делегирования, только более фундаментальный, масштабный и такой основательный. Здесь будет много вашего участия, много вашего присутствия. То есть, понятное дело, что с первой же встречи вы не уходите и ребенка не говорите пока. Но тут еще важно понимать, сколько лет ребенку. Если ребенок пятилетний, например, ты, конечно же, заранее с ним вообще это обсуждаешь. Говоришь, вот придет няня. Почему няня придет? Потому что маме нужно взять какое-то свое дело. У меня есть другие дела, помимо того, чтобы быть мамой. И так как я тебя не могу взять с собой, или это неудобно, неуместно, придет няня, это такой-то человек. Ну, то есть, это один вопрос. Когда это ребенок шестимесячный, понятно, ты ему не будешь это объяснять, но там очень важно, чтобы установился контакт, чтобы ребенок няне начал улыбаться, чтобы он принял няню. То есть, первое время под вашим наблюдением вы играете вместе. Например, проводите время вместе. Потом немножко отдаляетесь. Например, находитесь в этой же комнате, но не участвуете в игре. И уже занимаетесь своими делами. И, например, на какие-то позывы ребенка что-то, ну, то есть, он, например, заплакал или что-то случилось, вы уже позволяете няне коммуницировать с ним. То есть, если он там не успокаивается, понятно, вы всегда рядом, вы берете его, успокаиваете. Но потихоньку даете ребенку понять, что няня это такой же взрослый, который может удовлетворить потребности ребенка, дать попить. Поиграть с ним, повзаимодействовать и так далее. Понятно, что здесь возникает очень много вопросов в плане доверия. И мне кажется, это абсолютно нормальная практика поставить камеры, когда вы уходите из дома. И, конечно же, заранее предупредить об этом няню. Даже если эта камера будет не рабочая, человек будет уже намного более включенный, осознанный. Не знаю, какими бы у него намерения изначально, например, не были. Я бы рекомендовала вам находить няню через сервисы, потому что в этих сервисах проверены паспорта, они несут ответственность за этих нянь. Не просто это человек с сайта какого-то, но и даже если это человек с сайта какого-то, вы фотографируете его паспорт, вы с ним разговариваете о его жизни, проводите целое собеседование, какие у него принципы, какие подходы, какие у вас подходы. Четко нужно обозначить, как я считаю, спектр обязанностей заранее. Понятно, что что-то может меняться в процессе, и вы можете друг по другу подстраиваться, но здорово заранее тоже понимать, на что няня готова. Потому что мы вот в самом начале, когда искали няню еще для Евы, и она с нами осталась в итоге на много-много лет, и уже она с Мирочкой тоже, мы проговаривали, что нам важно, чтобы няня в свободное время могла заниматься домашними делами. У нас просто так происходит, что никогда не бывает так, что я оставила там ребенка и ушла сама на 10 часов, на 8 часов. Во-первых, я кормлю грудью, я прихожу, пока я покормлю, пока коммуницирую. Там могу поменять подгузник у няни в это время свободное время, и она может там прибрать кухню, загрузить посудомойку, разобрать белье и так далее. Плюс у нее есть еще дополнительные часы в день, когда она только домашними делами занимается. Но это наша индивидуальная история, мы так договаривались с ней. Просто важно понимать, хотели бы вы, чтобы человек, например, когда ребенок спит, ну, допустим, няня уложила на сон ребенка в спальне, и пока ребенок спит, чтобы няня делала что-то дома. То есть, я не просто сидела, книжку читала, а чтобы она прибиралась, например. Для некоторых нянь это вообще нет. Они сразу скажут, я няня, я не домработница, не дом помощница. И вы будете уже коммуницировать, подходит ли вам такое. Честно скажу, нам очень повезло с няней. Мне кажется, что реально прям повезло. То есть, потому что это первый человек, которого мы приняли, которого мы собеседовали, так сказать, и она же с нами закрепилась. То есть, я уверена, такое происходит очень редко, потому что потом, например, когда мы уже искали вторую няню на выходные, чтобы просто катать миру на коляске во время ее снов, потому что наша основная няня по выходным не работает, мы уже вот, когда искали вторую няню, столкнулись уже с разными нянями. И то, что есть какие-то необязательные. Просто как вот человек нам не подходит, как общается, как коммуницирует. То есть, это все очень индивидуально. И мне кажется, это прям фундаментальная работа найти свою няню. Но когда вы ее найдете, ваша жизнь точно станет проще, легче. Я, кстати, недавно проводила прямой эфир в Телеграме у себя, где рассуждала на тему делегирования, планирования мамы работающей. Говорила о том, что очень часто многие переоценивают стоимость няни, что когда ты слышишь вообще няня, это какой-то удел очень богатых людей. Но на самом деле в регионах няни час стоят 250-300 рублей. И если этот час вас сделает счастливой, вас сделает просто наполненной, отдохнувшей, просто потому что вы хотя бы час не будете ничего делать. И будете залипать в телефон, или заниматься йогой, или пойдете кофе попьете. Неважно. Вы не будете постоянно только мыслями о ребенке. Хотя бы этот час, я считаю, что он, конечно же, стоит того. И стоит того, чтобы найти свою няню. У меня многие, кстати, написали в комментариях, поддержали эту идею, что многие девушки молоденькие, например, учатся на педагогическом, очень любят детей, и им нужна какая-то подработка. И они готовы вот так вот, например, просто катать коляску. И вот, пожалуйста, для нее это была бы безумно классная подработка, потому что она любит детей, и она хочет в этом практиковаться. А для мамочки это была бы невероятная помощь. За 250-300 рублей. Сколько стоит сейчас капучино, да? Жду, пока у меня высохнет тушь, чтобы убрать всякие от нее отпечатки. И пока могу перейти к губам. Для губ у меня тоже, кстати, 17. Это 02 карандаш. Он очень такой мягкий, хорошо скользит, не сушит губы, что для меня важно. Я этим же карандашом немного заполняю губы. И хочу нанести вот такую весеннюю розовую помаду. Тоже 17, 04 оттенок. Она немножко с розова дает оттенок. И она как раз будет прекрасно оттенять мои румяна и тени на веках. Я придумала такой лайфхак. Наверное, так делают многие, когда мне слишком матово, слишком сухо губам. Иногда помада реально сушит. Я добавляю бальзам. Во-первых, получаю немножко кремовую, будто текстуру. И заново прохожусь этой же помадой. Очень миленько получилось, я считаю. Убираем все отпечатки от туши ватной палочкой. Я финиширую своим любимым спреем от Дальба. И напоследок прекрасный вопрос. Йога точка. С чего начать? Если уж вы заинтересовались, спрашивайте. И вам в целом интересно это направление. Раз такой вопрос назрел. Начните с моей практики, которая на канале у меня загружена для всех. Попробуйте себя в этом. Почувствуйте, насколько это ваше. Мне, знаете, все видео не нравится, как микрофон оттягивает мой фитер. И появляется вот этот вот, вот это декольте, которое мне вообще не хотелось, чтобы появлялось. Кстати, про йогу. Я готовлю для вас кое-что невероятно классное на июнь. Обязательно следите за моими соцсетями, потому что это, это вау. Для всех, сразу предупреждаю. То есть это не там категория мамочек, беременяшек и так далее. И это подсказочка оффлайн будет. Так что я оставляю здесь свои соцсети. Следите. Я уверена, вы не пропустите, если будете внимательно следить. Потому что я буду об этом говорить прям много и громко. Ну, а я очень рада была с вами провести это время. Как старые добрые накрасятся, поотвечать на вопросы. Я вас обнимаю, желаю вам прекрасного дня. И увидимся с вами совсем скоро. Пока! Пау!